всем привет с вами снова дима славный дружи обломов и вован и должен назад назад так и славный дружи обломов и дима дима мы находимся в одном месте которое немножко нас интригует объясню почему мы находимся в очень нищей стране это шри-ланка и теоретически здесь действие индийской скорее кулинарии на все это то есть очень мало мяса очень все бедно очень все плохо по большему счету очень много карри очень все зажарено и вот нам захотелось покушать суши сашими японской кухни фишка в том что от индии и от шри-ланки все это максимально далеко то есть чудовищно далеко в чем же заключается интрига никакой интриги не будет если будет хреново это будет типа ну понятно понятно чего вы хотели в индии заказали себе сашими и суши но в этом ресторане я так понял владелец владелец менеджмент менеджмент это японцы японцы и это говорит нам о том что скорее всего ну есть по крайней мере шанс что будет нормально по ценам можете глянуть это делите на 3 и получатся рублики в рубля на картинке таких смачных суш еще не видел но за только вкусные суши лучшие годы у меня у меня реально есть подозрение что будет нормально я очень на это надеюсь потому что пока что есть признаки которые говорят о том что будет лучше чем мы ожидали ожидания у нас достаточно низкий на самом деле обычно приходишь ресторанчик и там очень бедненько и не приносит так себе а тут приходишь когда обстановочка какая-то сделано и гостили на второй этаж к сожалению вороной извините говорят не убрано мы это тоже кстати неплохо мы заказали практически все меню подождем посмотрим что принесет принесут а пока что саня подснимет вроде даже стаканы холодные а спонсор видосика cheesecake точка ру старые добрые пирожные тортики тарталет очки и самое важное чизкейки ну и мороженое само собой как всегда они прислали мне в подарок мои любимые божественные тарталетки со свежей малиной и взбитыми сливками чуваки огромное спасибо при заказе от 1990 рублей до 12 мая идет скидка 40 процентов и собственно вот такие тарталетки в подарок не успели до 12 мая вообще не вопрос все равно по этому промокоду обломов 5 будет скидка 40 процентов и кстати ребята просят передать что у них появилась супер крутая фича экспресс доставка раньше нужно было заказывать за день за два чтобы это все приехала со склада теперь прям заказал и приехала в тот же день доставка в течение трех часов божественные чизкейки пирожные мороженое морковные торты наполеоны взбитые сливки короче это капец как вкусно ссылка находится в описании продолжать бесполезно потому что вы все знаете что это божественные сладости единственным иностранным пивом оказавшимся в этом ресторане оказалось пиво циндао китайское пиво циндао ощущение что они прям ждали именно нас в частности меня и на нем еще написано пиво и на нет это китай не даже вот таких вот наклеечек это и честно и чистый экспорт пока что все идет слишком хорошо потому что охлажденные стаканы для пива и зацените коле в кока-коле и лед и кусочки лайма нам принесли сашими и я очень надеюсь что они оправдают наши ожидания в этом ресторане все стоит примерно 300 рублей 10 и 3 порции 3 порции за 1000 рублей ну маленькие конечно кусочки такие но выглядит неплохо нужно не за страны в которой лосось вообще никакой не является чем-то нормально отлично сашими отлично и свежие хорошие сашими вкус моря конечно эта рыба была заморожена но наверно один раз в глубокой заморозке типа того да она заморожена но нормально заморожена туда есть вкус соусы здесь кстати кикаман неплохие густые нажористые соусы вот попробуем васаби я попробую васаби сначала отдельно чтобы понять васаби это или что или что или что ну это с порошка ну порошочно не натертый ну пока что все начинается очень хорошо далее у нас сашими из тунца я вижу что это тунец знаешь не этот фиговый тунец которого нужно жарить и нам сказал наш менеджер японец что это из свежего шри-ланкийского тунца то есть он никогда не был заморожен слушай ну давай я попробую кучу цвет жирный отличный это жирный хороший маслянистый тунец без привкуса металлического говна как это подают в уже мне нравится это хорошая сашими из тунца наверное только костян знает что это за тунец какая-то часть махи махи но это прямо 300 рублей ты говоришь стоит да одна порция 300 рублей стоит это прям очень хорошо даже по меркам питера или москвы также хорошо было в испании когда мы заказывали тунца там его там готовили но вот ощущение того что ты ешь прям хорошую вкусную дорогую рыбу она прям сохранилась в этом люди поэтому пока 5 5 5 из 5 его поставить можно это прекрасно и так сколько стоит вот такой сет по моему 1300 или что-то такое да там тысячи четыреста пятьдесят триста пятьдесят рублей маленький маленький ролл я так понял с кусочками маринованного лосося он я так понимаю еще обжарен в темпе да малюсенький ролл островатый с небольшим количеством начинки ну рис сварен прекрасно логкая легкая но по размеру он не очень велик и так это нам сказали норвежский лосось и шри-ланкийский тунец да он доходит 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 давайте попробуем ролл очень вкусный это отлично размеры очень небольшие у всего собственно это я так это так понял креветка в темпуре креветка в темпуре говна я извиняюсь не вижу все вычищено мисосуп просто прекрасен володя просто любишь мисосуп я люблю мисосуп да это один из лучших мисосуп креветка очень хрустящая темпура вот только что только что ее вынули и очень вкусная темпура это не просто какая-то булка я думаю ли ценителю мисосупа передаю мисосуп он вкусный он хороший я просто горячий не очень думаю а я прям вот один из вкуснейших мисосупов что я ел в своей жизни попробуем очень вкусно вообще глютамата не пожалели тот вкус который должен быть я креветку в темпуре сажу вот пока все очень аппетитно так вот это все очень аппетитно попробуй темпуру интересно чего они делают пойдем ли собеса забирать очень вкусно то есть вот вот такой тонкой и хрустящие при этом пышный клярный по вкусу в темпуре который не берет тут креветки я не знаю умеют японцы видимо не требует и креветка и креветка и креветка видно что держали там 30 секунд и нас будут хрустящие осталось ровенную просто огромное это прекрасно пока что это место очень-очень хорошее смотри гладающий кадавр мы кадавра не пускаем пока да кадавр мудрец итак нам принесли на жареную я так понял свининку все это опять же стоит 300 рублей и это понял опять немножечко мисо супа божественного который здесь самый лучший что я когда-либо пробовал в москве и питере точно великолепно что из себя представляет свининка немножко риса свининка просто божественная обжарена как надо с корочкой горячая со вкусом тиреяки соуса и хрустит к тому же наверное правда нужно здесь то же самое только с курочкой даже салат вкусный он чем-то приправлен кипа даже салат приправлен какой-то кислинкой и он хрустящий и свежий ммм как называется курок у меня на сортации едой переводится по сути как очень вкусно ну правда очень вкусно это правда не обманули попробую курочку курочка божественная и мясо супчиком запиваешь вообще так хорошо артам растекается по нутру великолепная горячая курица дай рисочек попробую и у них вот это вот то чем они смазывают с маслицем с соусами с сахаром солью это божественно а это у нас опять же примерно за 300 рублей тунец с кусочками авокадо по тестим авокадо авокадо мягкая но она меня как бедный родственник может бедный род а ты у меня палки спер шипе не ел я понял олег а ты слишком много ешь поэтому я короче авокадо мягкая авокадо я бы немножко конечно довел тунец тот же тот же самый очень вкусный да нет хорошего кода нормального кода можно когда скоркой просто сплотился может быть так хороший ну я небольшой фанат сашими лежащих просто на рисе это больше вот похоже на пуке вот этот да ахит паке вот это вот так что давайте перейдем сразу к следующему блюду это круто выглядит это кусочки краба выскребленные из его нутра и я должен это сфоткать в любом случае вот такой вот чудесный краб подача конечно странная и я так понял что внутри рис должен быть да внутри там по моему эти подливка сверху рис да это выскребленное нутро краба которая как бы с подливы вот так сверху наливают но я попробую 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 как такая вкусная вкусная уха дай как сейчас я еще наверну и не очень ценитель такого поэтому лучше пусть в аванс скажет очень очень нежная даже слегка сливочная штука это ее можно съесть очень много я бы и питался если бы это было возможно очень хорошая ну-ка от не распробовалась не распробовалась да ты вот так вот вот так значит скрывать и чачалом туда прямо вот чачалом ну народ че я могу сказать на данный момент могу сказать что это очень вкусное место не а рынком то неожиданно прямо в колумба сбоку на юге шри-ланке вот такое место где можно вкусно поесть суши это лучше японский ресторан нет были очень вкусные помнишь это вот место где мы были в праге по моему да вот там было вкусное и во вьетнаме были помнишь лав суши тоже вкусные были лав суши во вьетнаме слушай они просто таки совсем не прям на уровне наверное то есть это ресторан реально это одна из лучших японских еды которых я ел она не она не богоподобна но просто все очень хорошо на самом деле сам я хочу сказать что если бы вот японская еда управлялась наверное японцами таком наверное было бы везде на самом деле японская еда же она не несложная да нужен просто контроль чтобы хороший свежий ингредиент правильно сделали правильно пожарили и вот видимо когда есть вот этот серьезный контроль а там двух трех японцев да даже местное население которое не у по идее не умеет такое готовит делает которому по большему счету вообще на все насрать да просто под нужным контролем они делают все хорошо здесь клево смотреть на дорожных рабочих которые сидят и просто они делают вид что что-то делают кисточки и они красят ничто ничем грубо говоря то есть если бы эти люди работали на кухне сами понимаете что может получиться а вот два японца здесь и прямо вообще все чётенько что всего лишь двух японцев достаточно сколько японцев могут вернуть лампочку это ойако дон я слышал что это я слышал что это переводится как мать обжаренная в детях нет дон это рис насколько я понимаю значит я в интернете неправильно прочитал нет мать обжаренная в детях ну курица в яйце на сайт куда читал может быть ну это хорошо это хорошо нежная нежная кисто-сладкая курочка горячая с обжаренным лучком с подливкой из яйца кстати очень чувствуется жареный лучок хорошо карамелизованный это хорошее блюдо с рисом и с курицей нам принесли рамен и я так понял это рамен с со свининкой с яйцами со слегка мягким желтком пробуем у них даже яйцо замаринованное в чем-то и давайте попробуем самое главное само собой бульон конечно глутамат натрия не кладут но как же это божественно это прямо ты божественно у маме ну тамат у маме натрия вот прям чувствуешь этот вкус всего одновременно и свинины и яйца и бульона и густой густой вот этой нажористости как знаешь как фобо который варился три дня и попробуем лапшу хорошая домашняя лапша непереваренная не недоваренная ноль вопросов не превратившаяся в кашу но конечно самое божественное в этом раме не это именно бульон он прямо выше всех похвал не знаю на основе чего они его делают я думаю на основе очень длинного времени вываривания всякого на основе божественной силы тебе специально чтобы ускорить поедание всего принесли замечательную я даже не знаю это не вилка ложка это вилка ложка расчёска удобно это же удобно божественно божественно а вердикт твой дим это просто я не знаю тебе нельзя материться в таких ты приехал из китая ты много где вкусно кушаешь там я много где вкусно кушают там но японская еда это вот наверное одна из самых вкусных что я ел вообще за все свои путешествия это прям просто очень хорошо безумно хорошо все было прекрасно мне мне не было ни одного блюда которое даже было бы такой типа просто все было вкусно твое мнение очень хороший ресторан это наверно но одна из лучших вот дед которые ел и японская реально в первой двойке вот не знаю первое второе место пока сомневаюсь но очень я бы сказал что единственное чем они могут улучшиться и стать вообще божественные это если бы у них был аквариум с живыми лососями потому что видно что все таки рыба из глубокой заморозки она свежая отличная но и с глубокой заморозки как им выйти на этот уровень я не знаю потому что здесь не водится лосося в местных речках и как мы уже за кадром говорили все-таки покупательская способность самой шри-ланки она не позволяет развернуться людям по полной программе видно что у нас есть еще потенциал есть они могут еще круче стать и гуидаки и устрицы и аквариумы здесь со всяким живым могут появиться хорошо я думаю что появится потому что шри-ланка как мы видим развивается да ну то есть тут тут все строят везде почему-то вот такой вот скромный славный обзор вот так вот называется место и находится в коломбо шри-ланка есть целая улочка на самом деле интересных мест если вы сюда приедете и кому-то из ваших друзей не понравится японская кухня или вообще в принципе не фанаты вы можете зайти в следующий ресторан или тот ресторан какой угодно короче советуем будете здесь заходите а с вами был дима славный дружи обломов и вован огромное спасибо всем кто ставит пальцы вверх и пока